Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 августа и вот во время сбора урожая я вам сказала, что в этот раз я крымский черный подождала до его такой полной биологической зрелости. Он у меня стал, смотрите, прям темно-бордовым и при разрезе у него появились вот эти малиновые пятна. Потому что я это сделала специально, потому что когда в прошлый раз я его показывала на кустах, ну и говорила, что это редкий сорт, такой очень считается самым вкусным, самым сладким. Кто-то написал, что это самый худший сорт, но я решила все-таки попробовать. А я всегда говорю, для того, чтобы полностью сорт раскрыл все свои лучшие стороны, все свои качества, нужно, конечно, дождаться полностью его биологической зрелости. Вот я дождалась, когда помидорки стали такие темно-темно-темно. Они же сначала были, у них видите, какая жопка, они сначала вроде когда висят, кажется, как черные, потом они немножко более красный оттенок приобретают. И вот дождавшись вот такой вот зрелости полной, я сейчас его разрезала, попробовала, до чего же он вкусный. Ну и, конечно, томат полностью из мяса, полностью состоит из мяса. И вот эта серединочка, которая мясистая, она очень вкусная. Я сейчас как раз ем тут совсем другой, следующий томат, который обгрызан, я не стала сюда выставлять. И, конечно, вкусно вот эта вот сама мякоть мяса, оно такой вкус, но сладкий, очень хороший. Ну, а также специалисты пишут, что вкус вот этого сорта зависит от того, в каком климате он выращивается, в жарком или нет. Говорят, что где-то, где он на юге выращивается, он аж сладкий, немножко как с каким-то солоноватым даже таким оттенком, что очень неповторимый такой деликатесный вкус. Вот у меня получился обычный, но сладкий и мясистый. Все, до свидания. Это вот коротенький-коротенький видеообзор. Томата крымский черный, сорт редкий, очень распространен за границей. Вот нам уже заграничные наши друзья на канале YouTube писали комментарии, что у них он очень известный. Почему-то в России он менее известен, хотя он, как говорят, что зародился, вывели его на Крымском полуострове, вот где сейчас у нас Крым. Но вот я выращиваю впервые, но мне понравился, хотя я вообще сильно черноплодные томаты, ну сильно не увлекаюсь. Но вот нынче индийское мясо и крымский черный и черно-голубой хребет, вот три фаворита из таких, из темнокожих томатиков. Все, до свидания.